Огурцы – популярная культура, которая интересуется круглый год, потребляя ее в свежем, маринованном и соленом виде. Из-за вкуса и сочности они постоянно являются объектом интереса вредителей. Они прогрызают дырки в листьях, и сушают соки из стеблей и листьев, повреждают рассаду и селятся в зародышах семян огурца. Давайте познакомимся с самыми популярными вредителями и способами борьбы с ними. Паутинный клещ больше всего активен в сухой и теплой среде, чаще всего проявляет себя в плохо проветриваемых теплицах при жаркой погоде. Имага и личинки клеща высасывают сок из нижней части листьев огурца. В результате этого, лист светлеет, увядает и высыхает. Признак большого количества вредителей, на листьях растений появляется тонкая паутинка. Клещи заражают огурцы грибком, который вызывает серую гниль. Если не принять меры вовремя, можно потерять 50-60% урожая, так как клещ размножается очень быстро. В первую очередь, для предупреждения прихода паутинного клеща в теплицу, необходимо своевременно проводить проветривание растений в теплице, и не допускать снижения нормальной влажности воздуха, в солнечные дни 85-90%, а в пасмурные 75-85%. Весной нужно заняться прополкой сорняков, так как на них могут зимовать вредители. Во время вегетации в сухую жаркую погоду рекомендуется обильно опрыскивать растения водой для повышения влажности в парнике. Против паутинных клещей советуем применять такие биопрепараты. Рекомендуем, такие химические инсектициды для борьбы с клещом. Это небольшая бабочка наносит, вред огурцам как в открытом, так и в закрытом грунте. Она откладывает яйца на обратной стороне листка. Белокрылка опасна для растений на всех стадиях роста. Высасывая сок из листьев, она приводит к их пожелтению, и сушению, и опадению. Белокрылка сеется целыми колониями и очень быстро размножается, становясь целым бедствием. Теплица за один сезон развивается от 10 до 15 поколений белокрылки. Профилактические меры против появления белокрылки, дезинфекция почвок теплицы, вымораживание грунта в укрытии в зимний период, регулярное удаление сорняков с участка, уничтожение растительных остатков, высадка рядом с огурцами растений, которые отпугивают белокрылку, табак, мята, бархатцы и тому подобное. Также рекомендуется использование сетки на дверях, окнах и липкие ленты или самодельные ловушки. Биологические препараты, которыми можно обработать огурцы от белокрылки. А также, химические инсектициды против белокрылки. Тля. Это мелкое вредоносное насекомое, размером 1,5-2 мм, темно-зеленой или черной окраски. Тля на огурцах селится целыми колониями и очень быстро размножается. Она сосет соки из растений, и по этой причине их листья деформируются, цветки отпадают, куст слабеет и перестает плодоносить. Насекомое является носильщиком вирусных заболеваний и оставляет после себя липкий налет, на котором потом развиваются грибки. Взрослые насекомые зимуют на растительных остатках культуры и сорных растений. Поэтому нужно своевременно проводить прополку участка и убирать сорняки. Предотвратить появление тли на огурцах можно путем обсаживания посадок пряными растениями с сильным ароматом, вазелик, кориандр, мелиса, мята, укроп, бархатцы. Также эти травы способны притягивать к себе врагов кли, божьих коровок. Биопрепараты, эффективные против этого вредителя. И химические инсектициды, которые рекомендуется использовать против кли. Табачный трипс. Опасный вредитель, который способен быстро плодиться на посевах огурца. Это насекомое высасывает сок из ткани растения, в результате чего, на нижней стороне листьев появляются желтые пятна с острыми углами. После этого поврежденный лист начинает искривляться, и засыхать, из-за этого у растения ухудшается процесс фотосинтеза, останавливается развитие и снижается общий урожай. С вредителем трудно бороться, из-за того, что он быстро размножается и на одном растении могут быть одновременно разные стадии развития насекомого. Профилактические меры против появления трипсов включают в себя осеннее перекапывание почвы, прополку междурядей, удаление сорняков и растительных остатков, проветривание теплицы и своевременные поливы культуры. Противомага трипса эффективны клеевые ловушки, но только не желтого цвета, как для тли, осенней окраски. Против трипса можно применять инсектициды, которые используют против тли. Но при их использовании нужно учитывать, что вредитель хорошо вырабатывает резистентность и препараты нужно постоянно чередовать. Если утром на рассаде вы обнаружили погрызенные листочки, скорее всего ночью к вам приползали слизни или улитки. Они оставляют отверстия на плодах и следы своей липкой серебристой жидкости. Для сбора слизней можно соорудить различные приманки из пива, варенья, сахарного сиропа, капустных листьев или просто влажных досок. Вредители сползутся на утро в выложенные приманки, и днем вы сможете их уничтожить. Вокруг грядок с овощами нужно сделать такие себе преграды из яичной скорлупы, песка, древесной золы, еловых иголок и так далее слизни не смогут их проползти. Эффективное средство известь, из-за которой слизни получат ожоги и погибнут. Также в продаже сейчас есть множество химических препаратов против этих вредителей, например, антислизень или слизнисток. Медведка это крупный сверчок, который в своих размерах достигает 10 сантиметров, она живет под землей, проделывая в ней ходы, поставляя гнезда, но самое худшее, перегрызает корни растений, из-за нее опадает рассада огурца, может появиться как в теплицах, так и в открытом грунте. Медведка избегает мест, где растут бархатцы, она любит зимовать в навозной куче, которую потом можно будет спалить или выморозить. Перед высадкой огурцов нужно будет обязательно пролить грунт смесью биоинсектицидов баверин и метарезин. Они долгий период будут защищать растения от насекомых. Из химических инсектицидов, с медведкой отлично справляются регент и форс. Крестоцветная черная обложка это мелкий жук, длиной до 3 мм, черного цвета с зеленым или синим отливом. Его лед начинается с середины весны, когда температура воздуха прогреется до 12-15 градусов. Вредит в стадии личинки, повреждая корни и листья огурцов. Они способны превратить листовую пластину в решето, которое в дальнейшем засыхает. Хорошая профилактика, удалять сорные растения с участка. Она больше наносит вреда именно молодым растениям огурца, то есть пока растения не окрепнут, их можно защитить с помощью накрытия пленкой или агроволокна. Черная обложка не любит резкие запахи и чтобы ее отпугнуть в междурядиях или вокруг огурца можно высадить сильно пахнущие растения, бархатцы, календулы, базилик, чеснок, кориандр или укроп. Для борьбы с бложкой применяют биопрепарат фитавир. Существует также много химических инсектицидов, которые помогут справиться с данной проблемой. Их вносят на листья во время лета насекомых. Мы с вами рассмотрели популярных насекомых, которые повреждают огурцы и как с ними бороться. Вопросы можете оставить в комментариях под видео, а также можете перейти в текстовую статью по ссылке под видео. Если понравились наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.